В собственном доме можно запросто переломать все кости, а также не попасть в туалет. В доме на хлебо-заводском проезде, который должен быть расстелен еще в 2017 году, пол второго этажа провалился на первый. Кроме того, в Вересниках, в еще одном доме из-за обрушения пола жильцы вообще не могли попасть внутрь. Такой день провалившихся полов пережили некоторые собственники в городе Кирове. В момент обрушения на хлебо-заводском проезде никто не пострадал, но в пятницу утром все дружно думали, что же делать с огромной дырой, если никто из управляющей компании не придет на помощь. Из-за обвала пола у жителей дома на хлебо-заводском проезде теперь нет доступа в туалет до одного, если только прыгать, а нижний туалет завалило перегнившими перекрытиями и полом. Жители утверждают, что на протяжении нескольких лет управляющая компания не могла устранить протечку в трубе с горячей водой, и пол сгнил именно под воздействием пара постоянно бегущей горячей воды. Сам жилой дом был признан аварийным еще в 2013 году, но он до сих пор не расселен. Жителям предлагалось переехать в маневренный фонд, но все дружно стали ждать настоящего, а не временного переезда. Говорится, что в доме заселены около 30 комнат, у многих семей есть дети. Собирались его сносить в 2017 году, но что-то, не знаю, денег нет у города или что-то такое. И продлили как бы программу, сказали, что с 2019-2020 год. Тянут, потому что невыгодно, здесь много людей. Сколько тут проживает? Детей очень много, вот такие люди у нас сейчас, такое управление. Кстати, в пятницу на объекте все же появились представители управляющей компании. В администрации сообщили, что они приступили к восстановлению доступа к туалету и еще к одной квартире досками. И рекомендовали всем проживающим все-таки переселяться в маневренный фонд. Судя по состоянию перекрытия в эпицентре обрушения, разрушаться скоро начнут и ближайшие квартиры. Еще одним провалившимся полом сегодня могли похвастаться жители вересняков. Из-за этого вообще не могли попасть внутрь или выйти на улицу. Говорят, что коммунальщиков ждали с самого утра, но не дождались. Место провала залатывали сами всем, что попадется под руку.